Главное торжественное мероприятие, посвященное празднику и 20-летию разгрома международных бандформирований, прошло сегодня во Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева в Каспийске. Подробнее об этом в сюжете наших корреспондентов. День единства народов Дагестана – самый молодой и самый главный праздник республики. Призван он объединять народы, проживающие на территории региона, а их немалое количество – более 60. Поэтому отмечать этот знаменательный день принято с размахом. Во всех городах и районах республики проходят массовые гуляния и концерты. В этом же году масштабы празднования удивляют. Ведь основные акции посвящены 20-летию разгрома бандформирований в 1999 году. Одна из них организована здесь, в Каспийске, во Дворце имени Али Алиева. Здесь до начала мероприятия собралось большое количество людей. Зал полон. Это более 5000 человек. И вот мероприятие начинается и открывает его заслуженный артист Дагестана Селим Алахьяров. Затем слово предоставляется главе Дагестана Владимиру Васильеву. Руководитель региона в своем выступлении подметил, как единство неоднократно помогало дагестанцам в трудные периоды. В истории было немало значимых и поворотных событий, от которых всецело зависела судьба Дагестана. Единство народов, страны-горых дружба и взаимовыручка помогали в тяжелые периоды достойно пройти суровые испытания. В далеком, в 1741 году, разгромив сообща войска на Дершаха, Дагестан получил исторический и духовно-нравственный опыт народов единения. В эти дни мы празднуем 20-летие. Вторжение банкформирования нарушило мирную жизнь людей, поставило под угрозу целостность самой республики, всей России. Мудрый Расул Гамзатов сказал тогда, бандиты пришли освобождать Дагестан от дагестанцев. После приветственной речи Васильева на сцену приглашается Муху Алиев, первый президент республики, очевидец событий 99-го года. По его словам, в те времена сплотились практически все – общество, армия, власть и духовенство. Говоря о героях той войны сегодня, я не могу не сказать о нашей муфте. Я вчера говорил об этом в Ботлихе, хочу сегодня еще раз здесь повторить. Муфти наш, те, которые его знают, знают, что он тихим голосом говорит. Но тогда, когда началась война, и он обращался к народу, его слышали все, и в горах, и на равнине, его слышали и верующие, и неверующие. Они поверили в муфте, который говорил, что эти бандиты ничего общего не имеют с религией, что они не вправе объявлять джихад и действовать против нашей республики. После вступительных слов представителей власти и пассионария в республике началась концертная программа. Яркие номера, красочные национальные костюмы, народные песни и, конечно же, лизгинка. Насколько она разная, можно было увидеть по танцам, лихо сменяющим друг друга. Тут и Даргинская, и Акушинка, и Лакский, и Чаргудай, и Кумыкский биив. И Дула, и Акушинка. Патемат Ханапова, Мусас Алгиреев, Новости ННТ, Каспийск.